Ребята профессионалы, они знают свое дело. Не так давно проскочили мы с ними этап Кубка Мира в Казахстане. Был в районе Мангистауте. Ребята проехали, хорошо проехали. Приготовили вот сейчас машину эту гонку и едут. То есть мы здесь на всей этой гонке только два экипажа с Казахстана. Сейчас еще китайцы присоединятся. Будет очень много народа. Сколько лет? Китайцы? Сколько лет? Сколько лет дня? Да. Я вам забыл. Презодент. С трех лет дня не ездишь, да. Все впереди у него. Но он еще не знает, что это. Он в автоспорт пришел поздно, но растет очень быстро. Удачи. Спасибо. Не знаю, что его ждет. Проблема в том, что автоспорт не лечится эта болезнь. Будешь пока что-то. Ахсакал такой будешь, пока еще ноги и руки ходят, будешь ездить. Там, главное, что он без лов всегда. Да. Ну, кому не везет, здесь сюда не приходят. Они понимают. Каждый конкурс всегда болеем за вас. Всегда. Если даже не получается посмотреть прямой эфир или ночью там Евроспорт посмотреть, то обязательно в интернете посмотрели на обязательном сайте. Где наши, как наши. Все проследили. СМС-ку написали, что он за вас. Перезвоню, можно? Перезвоню, ладно, Сережа? Извините. Из города, да? Ну, погода еще немножко... Особенно приятно, что мы здесь не одни. Вот сегодня здесь. Так, приезжаешь где-нибудь, ну, на соревнования, знаю, что в городах и там, в странах, где какая-нибудь диаспора канадская, где-нибудь там бизнесмены, живут же по всему миру. И где-нибудь в Африке или там в Южной Америке, на бивак просятся, находят нас, заходят. Ну, и приятно встречать наших соотечественников. Здесь сегодня, вот эта группа, это с кем я учился вместе здесь, в Автомете, в Симполатинске. Поэтому всем интересно. Мне сегодня, наверное, звонков 15 было. А где второй экипаж? Где ребята из октавра? Здесь и легковые машины были. Мы чуть медленно ездим. Ну, приятно, что за автоспорт болеют, переживают. Что все на позитиве. И где бы мы ни были, видите, всегда находятся люди, которые с нами одержимы вот этим автоспортом. Пойдемте, покажу свою теперь команду. Ждем, ждем. Удачи, спасибо. Ирил, давай, до завтра. Ждайте. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Как так? А, вот, что-то застарел. Итубе, что ли, интервью? Да, да, да. Подожди, подожди, сейчас сделаем. Я вас отсюда отпущу. Хочу представить вам свою команду, с которой я работаю сейчас, в настоящее время. Это Дерой Тим. Команда очень старая. Уже 40 Дакаров. Это будет 40-й юбилейный Дакар. И с первого Дакара команда Дерой участвует в этих гонках. Еще с Африки. Был Ян Дерой. Это отец Джерара Дерой, сегодняшнего лидера. Ян Дерой выиграл неоднократно Дакар. Это победитель, это легенда. Человек начинал с мотокросса. Он чемпион по мотокроссу в автоспорте. И знают его вся Европа, и в Голландии это люди с большой буквы. Они ездили на ДАФе, на разных автомобилях. Я боюсь сейчас ошибиться. Но последние уже много лет они едут под брендами Века. Это те профессионалы, которые строят, испытывают, готовят и дерутся до конца. За победу. Сам Джерар участвовал, я даже не знаю, сколько он участвовал. Тут два раза он выиграл. Два раза он выиграл. Сегодня он приготовил автомобиль нового поколения. Я еду на его старом автомобиле, а он едет уже на ноге. Я сейчас вам расскажу, в чем его прелесть и секрет. Сегодня это самый быстрый автомобиль, который здесь есть. Ему сегодня немножко не повезло, оторвало кабину. Все-таки концепция новая. И здесь он ее как раз испытывает, для того, чтобы на дакару выйти уже такой окрепнейший. Четыре года он готовил эту конструкцию. И вот это первая большая гонка, на которой он испытает эту машину. Надеюсь, ему подвезет до конца ее довести до Ксиана. И испытать все узлы, все агрегаты. Но это хорошо, что нашлись дефекты. Значит, он их устранит и больше они никогда не повторятся. У нас всего в команде сейчас три машины. Это Джерар, мой и еще Том едет. Две концепции с капотами и один автомобиль без капота. Но пока все автомобили в строю, будем бороться с ними до конца. Они знают свое дело. И смотрите, сколько у них агрегатики и какое сопровождение. Мы живем прямо здесь, в лагере, в гостинице мы уезжаем. У нас здесь передвижная гостиница и три машины технического сопровождения. Внутрь туда не пойдем, а пойдем с другой стороны. Я прям в каждую машину. Она сейчас открыта, к ней можно будет подойти, там, сфотографироваться. Покажу уже, что внутри. Потому что все спрашивают, а что внутри? Можете посмотреть на меня, что внутри. Ничего. Это единственный грузовик с независимой подвеской. Сегодня здесь на грузовом автомобиле независимая подвеска, типа Макферс. При которой центр тяжести понижен в самый низ. Он ввел вес вниз, добавил стабилизацию за счет новых амортизаторов и за счет вот этой вот независимой подвески. И подвеска, и перед, и зад независимая. Да, и перед, и зад независимая. Плюс у него автоматическая коробка передач. Он впервые использует, да, Лиса? Здесь она переключается моментально. Там со старта просто ставит драйв, нажимает и просто улетает. Как срогат. Ну, делегация, куда приехать, и куда так задумывается. Ну, и так же машина, то есть она не железная. Она вся собрана. То же самое, если посмотрите. Все облегченное. Весь конструктив отработан. Даже если она перевернется, кувыркнется, все, что здесь находится, ничего не сломается. Проверяем. Сегодня это шедевр автомобилестроения. Тот, кто понимает, тот знает. Даже если заметите, он подрезает колеса, он вырезает шашку. Зацеп у колес еще выше. Два сантиметра он снимает. Для того, чтобы резина меньше грелась. Да, будет меньше зацеп, но именно на больших скоростях резина с высокими, с новыми шашками, она нагревается здорово. Поэтому, ну, он так считает, что надо обрабатывать колесо. Это пока допускается регламентом, он это делает. Сколько хватает? Одни колеса на один день. На один день. А стоит дорого только. 800 евро стоит один доллар. Самое обидное, когда легкое скольжение, попадаешь в камень, и баллон рвется. На замену уходит где-то 8-9 минут. На замену колеса. 8-9 минут. Да. Ну, в режиме гонки 8-9 минут. И жалко остаться безопасно. Больше времени, да, жалко? Да. Теперь хочу представить автомобиль, на котором я еду. Это тот автомобиль, на котором выиграл Деррар. Деррой выиграл Дакар предыдущий. На этом Дакаре то же самое. Он ехал на этом автомобиле. Машина проверенная, надежная. Поэтому, когда встал выбор, на чем ехать, я посчитал, что лучше этой машины сегодня для меня не придумать. Потому что она уже проверенная. И по надежности в вопросах нет. Единственный момент, то, что Джерар ее конструктировал именно под себя. Под свой стиль пилотирования. Под то, как он умеет, как ему нравится и все такое. И я просто сел в эту машину. Понятно, у меня другая пилотажка. У меня другие веса в голове. Я по-другому сижу в кабине. У меня ориентирование массы по-другому. Уже здесь, в голове сложено. И это как будто я его штаны одел, которые он для себя сшил. И они здесь велики, здесь жмут, здесь неудобно. Но я хочу к этой машине привыкнуть. Слиться с ней. Пока я проходил три боевых этапа, мне все нравится, все устраивает. Но пока я еще не нашел тот компромисс. Хотя машина сильнее, чем я. Еще я ей не управляю. Так, как он работает. А кто обязательно снимает? Постоянно снимают, проверяют все колеса, все в каждом городе. По регламенту проверяют абсолютно. У них есть чек-лист. То есть сломалось, не сломалось. Есть регламентные работы, а потом те работы, которые мы привозим. А команда одна? На каждую машину нас почти нет. Ну, конечно, одна команда. Они одеты. Идет, а едет. Это ты такой же. Не, ну что-то ты, наверное, секрет узнаешь, да? Я хочу узнать. Ну, я понимаю секрет. Ну, то есть я сел в чужую авторию, которая под себя умерла. Нужно мне время, чтобы адаптироваться. Я хочу таким путем пойти. Я знаю, что эта машина проверенная, надежная. Зачем я ее буду что-то менять? Я хочу в нее влиться, интегрироваться с ней. Чтобы я уже за год я работаю с МАНом. Тот МАН я использую на весь его потенциал. Но мне нужен был год. Сейчас я на нем могу дубасить как-то ненормально. Ну, я понял. Ну, я поэтому подумал, а я ее разъединяю. Мне нужен год. Я с этой машиной справлюсь. Потом ее подгоню, подошлю под себя. Что-то же можно дорабатывать? Конечно, конечно. Но сначала я должен его познакомиться. Рецепт так, как он есть. Принять его таким, как он есть. У него это как кони. Он тоже брыкается, тоже что-то не любит. Где-то сопротивляется. Какие-то нагрузки он не принимает. А я, например, привык на другой машине, там, ну, в верхах ехать. Больших оборотов. А кто-то привык снизу машину, там, за счет момента разгоняться. Я должен найти компонент. И по ходовым характеристикам то же самое. Вот он любит мягкую машину. Мне надо пожестче. Ну, пока еду специально, не меняя настройки в подвеске. Потому что, знаю, он о ней выигрывал. С этим настройками, может, мне надо что-то изменить. По мне. Себе подстройка. Да, подстройка под этой. И потом будет так же ехать. Как можно? Цель-то есть победителя? Всегда с целью победить. А там как получится. Вот сегодня все хорошо было, но мы встали, фанали. Что с нам, молодцы? Догорели сегодня? Да ладно. Да. Чуть не потеряли. Вот этот автомобиль, он, в принципе, такой же, только кабинет. У него в Еврократе не было кабинет. Спасибо. Да, да. Наша еще гостиница не подъехала. У нас есть, ну, вот, небольшие купечки. Еще есть такая же большая. Мы там живем. Там мышевая, рулет, штаб у нас. И наши, как в поезде, сделаны такие купе. И мы там ночуем. Ну, чтобы не в палатках палали дождь. Там кондиционеры, отопление все есть. И постираться, и помыться. Вот, ребята, сейчас занимаются рейтингом. У нас есть автомобиль, его с максимальной скоростью. До тысячи градусов, наверное, разогревается. Каждые 20 секунд тормозит. Ты знаешь, как огонь до сих пор теплый фен? Прикурил, да? Прикурил, да? Прикурить, пища нету. Раз, пошел, прикурил. Захотел покурить, да? Ну, прикурил, да, и все, там вышел. Ребята, ну, пойдемте сюда. Там просто я боюсь, что железки не придут. Ребята, ну, пойдемте сюда. Ребята, ну, пойдемте сюда. Ребята, ну, пойдемте сюда.